покупатели в принципе так приступим тенденция автомобильного рынка пятнадцатого года основной тенденция автомобильного рынка будет конечно же просадка этот рынок держался на кредитах соответственно сейчас кредиты просто стали неподъемными и это плюс в нашу сторону так секунду просят сделать звук потише так так давайте сделаем потише так лучше Все, отлично. Значит, вернемся к тенденциям. Соответственно, ситуация следующая. Автомобильный рынок по новым машинам просядет сильно. Сейчас в автосалонах все популярные машины просто раскуплены. То есть, ничего такого нету, что хотелось бы купить. Все, что осталось, остается либо в слишком дорогих комплектациях и огромным количеством дополнительных опций, что люди просто не хотят покупать такие машины, либо просто в наличии ничего нету. Сейчас общался со многими дилерами. У всех поставки по новым ценам и поставки не раньше апреля-мая. Все, что до апреля-мая, все, что проплачено, идет уже только по оплаченным контрактам. Плюс еще у новых автомобилей наблюдается такая тенденция, что дилеры отказываются фиксировать цену в договоре. То есть, цену прописывают плавающую и предупреждают сразу, что цена может измениться на момент прихода автомобиля к дилеру. По крайней мере, мы общались с Маздой, общались с Мерседесом. У них такая ситуация. Мерседесовцы вообще цены взвинтили в этом году шикарно. Если в прошлом году Ешка в базе стоила, грубо говоря, 1,6-1,7, на данный момент цена новой машины 2,8. То есть, сами понимаете, насколько выросла стоимость новых автомобилей. Соответственно, все, кто хотел купить новую машину, они будут присматриваться к бэушкам. По той простой причине, что цены уже изменились. Цены выросли от 50 до 200 тысяч в зависимости от ликвидности автомобиля. Помогли в росте цен как колебания доллара, так и ажиотажный спрос перед Новым годом, когда продавцы задирали цены, и эти машины все равно продавались. По той простой причине, что люди пытались свои деньги куда-то пристроить и остаться хоть чем-то, чем остаться без денег. Соответственно, тенденция этого года будет продажа автомобилей за наличку. Но лучше всего будут продаваться, конечно, машины, у которых будет хорошее состояние и доступная цена. То есть, на данный момент, вот сейчас январь-февраль мы торгуем, а сейчас происходит следующее. Люди уже начинают привыкать к новым ценам. То есть, допустим, если в прошлом году Камри мы продавали восьмого года, допустим, по 650-700 тысяч, то в этом году люди их покупают по 800 и вопросов уже не задают. Соответственно, у нас, получается, ценники подросли, люди привыкают к новым ценам. Есть еще те, кто пытаются искать старые цены, что это касается как перекупщиков, которые еще пытаются работать в старых ценах, так и простых людей, которые покупают машины для себя и не могут привыкнуть к новым ценам. То есть, если они перед Новым годом машину смотрели, допустим, за 300 тысяч, сейчас она стоит 400, а где добрать еще 100 тысяч, это уже вопрос. Вот. Следующий вопрос, да, это спрос на автомобили с пробегом. Спрос на автомобили сейчас, конечно же, снизился по сравнению там с ноябрем, с декабрем, но все равно есть люди, которые машины покупают, есть люди, кто не успел это сделать по каким-то причинам перед Новым годом в ажиотаж. То есть, деньги не освободились, либо старую машину не продали. На данный момент хорошо выручают белорусы, казахи. С 1 января мы, кстати, к таможенному союзу добавилась Армения и еще какая-то страна. Так, какая Киргизия, по-моему. В общем, еще две страны добавились в таможенный союз. Я и с теми, и с теми ребятами разговаривал. Все ребята, то есть, из этих стран с людьми, все говорят, что у них цены выше, что они тоже сейчас едут в Россию за машинами. Но я, если честно, еще никому, ни армянам, ни киргизам машины пока не продавал в этом году тем, кто берет их именно на продажу в свои страны. Но я думаю, что они тоже поддержат спрос на бушные автомобили в этом году. Но там страны небогатые, и они занимаются в основном недорогими машинами, там до 300 тысяч. Потому что там все-таки немножко другая... Вроде как другая ситуация экономическая. Там люди не покупают все новые Мерседесы и Гелендвагены в таких количествах, как покупают там в том же Казахстане, который сидит на нефти. Вот это, что касается присоединения к таможенному союзу автомобилей. Значит, тенденции по премиум-сегменту, они остались неизменными. Просто если люди раньше смотрели себе Мерседес С-класса, сейчас они уже на С-класс не смотрят, грубо говоря, смотрят на Ешки. Ну, это мы говорим о премиум-сегменте, допустим, про Мерседесы. То есть, просто люди смещают свое желание купить машину с таких совсем уж откровенных премиумов, как BMW 7-ка или Мерседес С-ка на чуть более дешевые машины. Я не говорю там про новые машины. Понятно, что люди, которые покупали новые машины, им что за 8 миллионов, а что за 12 купить, принципиальной разницы, наверное, все-таки нет. Тем более, такие большинство машин, вот сколько мы продаем, они все-таки покупаются на организацию и в лизинг, и, соответственно, такие машины покупаются на организацию и списываются на расходы, поэтому там цена сильно роли не играет. Что касается машин, таких более приземленных, которые любит основная наша категория покупателей, люди среднего класса, здесь предпочтения также, я думаю, не изменятся. То есть, люди как любили паркетники, как любили Тойоты, Хонды, все японское и все качественное, так и будут продолжать это покупать, просто по новым ценам. Соответственно, эти машины также можно будет спокойно покупать, спокойно продавать. Ну, как я уже сказал, всегда пользоваться спросом будут бюджетные машины до 300 тысяч, причем цены на машины, я могу сказать, изменились, но звонков с вопросами, можно ли что-нибудь купить за 300 тысяч, нет. Вот это до сих пор психологическая отметка, которая так и не преодолена. То есть, люди как настраивались, что более-менее нормальную машину взять за 300 тысяч, то есть, это чтобы был, грубо говоря, левый руль, автомат, кондиционер, так люди и смотрят такие машины. То есть, спрос на них никуда не делся, единственное, что находить сейчас такие машины очень тяжело. Допустим, если до нового года Мазда 3 можно было найти хорошую качественную машину года 6-8 в вилке 300-350 тысяч, то сейчас цена нормальной такой машины приближается к 400 тысячам. Это такие машины, как Мазда 3, Тойота Королла, Хонда Цивик. Ну, Хонда Цивик, она всегда, конечно, была чуть дороже, чем Мазда 3 или Тойота Королла, потому что изначально машина идет в более хорошей комплектации, мотор там помощнее, и круиз-контроль, и прочие опции. Но, тем не менее, эти машины все тоже выросли в ценниках где-то примерно на 100 тысяч. Соответственно, сейчас всем, кто занимается машинами, нужно настраиваться на новые цены и смотреть машину уже там, если вы раньше покупали Мазды там по 250-300 тысяч на продажу, то сейчас 300-350 это нормальная цена для того, чтобы заработать на машине там стандартную маржу в 10-15%. Ну, соответственно, наиболее ликвидной ценовой категории у нас так и останется. Для массовых, скажем так, продаж это автомобили ценой до 350 тысяч, это легковые седанчики, хэтчбеки, все, что любят люди у нас небогатые, скажем так. Ну, также останутся в цене паркетники стоимостью до миллиона рублей. Это Honda CR-V, Nissan X-Trail, очевидный бестселлер Toyota RAV4. То есть, все, что японское. Кстати, сейчас хорошо продаются также корейцы, то есть Kia Sorento, Kia Sportage, Hyundai, там AX-35, эти машины тоже продаются хорошо, даже бушные. То есть, если 5 лет назад корейцев бушных брать было нежелательно на продажу, потому что народ их любил не очень, сейчас к этим машинам относятся нормально, потому что за последнее время корейцы тоже очень хорошо потянулись в качестве. Ну, что касается Москвы, немецкие автомобили как покупались, так и покупаются. Причем, вот могу вам сказать еще по поводу таможни, по поводу того, какие машины берут казахи. Казахи берут Toyota и Lexus, строго. То есть, это все, что касается на перепродажу. Казахстан весь сидит на Toyota, на Lexus. Honda, Nissan, что-то другое, это можно брать, они берут только либо под кого-то конкретно, под клиента, либо это приезжают люди, покупают для себя не на перепродажу. А белорусы, у белорусов другие предпочтения. Вот буквально вчера приезжали белорусы, забирали Honda Accord. Они сказали, что они очень хорошо продают Peugeot, Citroёn, Renault. То есть, те машины, которые у нас в стране в принципе никому не нужны. На них есть спрос небольшой на французов, но абсолютно небольшой. Соответственно, эксперимент... Такие машины тоже можно, кстати, покупать, французские, да, но ты должен понимать, что у тебя будет конкурентная цена, и за счет того, что у тебя цена конкурентная, ты с ней долго не зависишь, она продастся. Потому что очень многие девочки любят ту же Peugeot 308-ю, там тот же Renault Megane в третьем кузове, по большому счету неплохая машина относительно цены-качества, но она все-таки продается гораздо хуже, чем какие-то японцы или даже те же немцы. Вот. Соответственно, если вы работаете где-то там с белорусами, то французские марки можно рассматривать, они их берут нормально. Причем, я думаю, что тенденция по поводу Казахстана может скоро закончиться. Сейчас идут слухи, что на уровне правительств сейчас между Россией и Казахстаном идут обсуждения на то, чтобы запретить импорт автомобилей из России в Казахстан, потому что очень сильно сломали рынок. Общаюсь с казахами, сейчас казахи говорят, что у них в каждом дворе по три, по четыре машины. То есть, они просто приехали вот перед Новым Годом на ажиотаже, понабрали машин, сейчас они стоят у них, я не знаю, кому они их будут продавать, конечно, эти машины. Вполне возможно, что в течение года ситуация поменяется, и эти машины обратно в Россию поедут уже на продажу из Казахстана, то, что забиралось у нас в России. Вот, соответственно, продолжаем дальше. Переходим к тому, где и как искать машины недорого кризис, то, чему посвящен наш сегодняшний вебинар. Значит, кризис, это время возможностей, сейчас появилось, мы уже ощутили на себе, сейчас появилось очень много предложений кредитных автомобилей. То есть люди брали год-полтора назад кредит, покупали машину в кредит, и сейчас с изменившейся обстановкой не могут обслуживать этот кредит и начинают продавать машины. Вот в этом году мы приобрели, наверное, уже штук пять таких машин, именно люди продавали по причине того, что не могут обслуживать кредит. В чем прелесть покупки такого автомобиля? Цена у такого автомобиля гораздо ниже рыночной, потому что люди понимают, что мало кто захочет доверить деньги продавцу, чтобы тот пошел в банк, положил ваши деньги и ждать несколько дней ПТС. Могу вас заверить, что этого бояться не надо, если вы видите, что перед вами адекватный продавец, то есть нормальный человек, который не вызывает у вас подозрений, что он вкинет эти деньги и куда-то пропадет, и вы просто останетесь с машиной без ПТС. Алгоритм работы здесь следующий. Встречаетесь, обговариваете стоимость, узнаете, сколько денег человек должен в банк, идете обязательно, обязательно деньги эти, вместе с ним кладете в банк, пишете заявление на выдачу ПТС. Есть просто банки, которые выдают ПТС в этот же день, а есть банки, которые ПТС выдают через несколько дней. Допустим, Тойота банк, там три рабочих дня, они берут на то, чтобы выдать ПТС. Соответственно, алгоритм следующий. Договариваетесь о стоимости, пишете договор купли-продажи, сразу же, с продавцом, где в договоре прописываете, что сейчас вы вносите стоимость, стоимость остаточного кредита в банк, забираете у продавца автомобиль, ключи, все документы, и прописываете, что он обязуется отдать вам ПТС, или вы там должны с ним встретиться в банке, в такого-то числа и забрать ПТС. Обязательно это прописываете в договоре, чтобы не было эксцесса. И тогда эту машину можно без проблем купить, по хорошей цене, и спокойно продать уже, как нормальную необремененную машину с ПТС. По крайней мере, вот эти свежие машины кредитные, они очень хорошо продаются, и причина их хороших продаж в том, что новых машин сейчас в салонах нет, соответственно, люди, у кого есть деньги на новую машину, но нет возможности купить, и машина нужна сейчас, покупают чуть-чуть подержанную машину, с удовольствием и ездят без проблем. Соответственно, на свежих машинах сейчас можно тоже делать хорошие продажи. Следующий момент, который также имеет место быть, это покупка автомобилей кредитных и лизинговых, но уже не у конечного продавца, а именно у банка. Вот мы работаем с несколькими банками, лизинговыми компаниями, они сказали, что у них уже на этот год будет машин значительно больше, чем в прошлом году, и мы по этому направлению работаем, соответственно, эта машина тоже по адекватным ценам. Другой вопрос, что не всегда у таких машин адекватное техническое состояние. То есть, если вы, допустим, забираете машину какую-то лизинговую, или машину, допустим, кредитную, когда человек был настроен не гасить кредит, а когда машина уже стоит в банке, это, как правило, кредит необслуживаемый, то у машин состояние хуже техническое, но и стоимость у этих машин значительно дешевле рынка, поэтому там вот эта разница между рыночной ценой и той ценой, по которой отдают банки, ее достаточно для того, чтобы привести автомобиль в нормальное техническое состояние, в достойный внешний вид и спокойно продать. Такая машина уже ничем не будет отличаться от какой-то машины, которую продает хозяин. И на этом можно тоже достаточно хорошо зарабатывать, поэтому мой вам совет идти, знакомиться в вашем регионе с банками, с теми людьми, кто в банках отвечает за реализацию залогов и спокойно работать. Это гораздо выгоднее, чем бегать по частникам и покупать автомобиль участника, потому что здесь можно спокойно работать с одними и теми же людьми и зарабатывать. Следующий момент, который я предлагаю вам тоже обсудить и поразмыслить, это использование всевозможных программ, которые позволяют купить автомобиль по минимальной цене. Одной из таких программ является наш сайт Перекуп Клуб. Он позволяет купить, быть первыми людьми, кто увидит объявление, как только оно появилось. Функционал позволяет настроить уведомления, то есть нет необходимости сидеть за компьютером постоянно и вылавливать эти объявления. То есть вы настраиваете программу и к вам на телефон просто приходят имейл-уведомления или смски с теми предложениями, которые вас интересуют, которые только что появились. Это очень актуально. Почему? Потому что сейчас рынок очень конкурентный, машин хороших мало и просто нереальное количество людей загоняется на данный момент за первыми ценниками. Это было так всегда, но сейчас это особенно видно по той простой причине, что рынок сейчас просто голодный. Люди выставляют на продажу мало машин из-за того, что ситуация в экономике непонятная. Соответственно, все, что появляется, сметается моментально. Перекупы не дремлят. Сейчас, если появляется какая-то машина, которую можно выгодно перепродать, она больше 15-20 минут не стоит в интернете, потому что первые, кто ее увидел, сразу уговаривают хозяина снять машину с объявления и сразу же едут ее забирать. То есть на данный момент возможность купить выгодно машину, не используя такую программу, она очень невелика. Ее можно купить, только если вам предложили ее знакомые, не выставляя куда-то в интернет. Также программа позволяет вычислить частника. Почему? Вам, как перекупщикам, также всегда выгодно купить машину участника. По той простой причине, что если перекупщик выставил машину недорого, значит соответствующее состояние у машины и все, что можно было заработать на этой машине, уже кто-то заработал. Соответственно, нужно покупать машину участника, потому что участник и в цене двигается хорошо и готов опроститься с машиной, потому что он знает все ее недостатки и знает, что он сейчас, здесь и сейчас готов обменять ее на деньги и это будет удобно и выгодно для вас. Поэтому есть предложение вам попробовать попользоваться перекуп-клубом для того, чтобы покупать машины по выгодным ценам. У нас, кстати, сегодня будет акция. Первые пять подключившихся получат за ту же стоимость подключения два месяца пользования, а не один. То есть стоимость подключения две тысячи рублей в месяц без ограничения количества имейл-уведомлений, смс-ок. И пользоваться можно будет программой за эти деньги два месяца, а не один. Также есть такое предложение, как техническая диагностика. Что такое техническая диагностика? Допустим, вам понравилась машина в каком-то регионе. То есть вы, допустим, находитесь в Туле, а машина находится где-нибудь во Владимире. Естественно, вы можете просто не успеть за ней доехать, или же вы можете приехать к разбитому корыту. У нас действует услуга техническая диагностика. Что она вся включает? Она включает в себя проверку автомобиля на месте в том городе, где он находится, нашим специалистам с осмотром, с фотографированием, с проверкой ПТСа, с проверкой сверкой номерных агрегатов, чтобы вы ехали за машиной и уже знали, в каком она состоянии находится и в каком состоянии там документа. Нужна ли она вам вообще? Стоит ли тратить на нее целый там день-два, чтобы ехать за этой машиной? Наш специалист может посмотреть, дать отчет и сразу же оставить залог, что вы уже поедете за машиной за готовой, а не за котом в мешке. Стоимость данной услуги 2000 рублей вы получаете отчет с фотографиями и описаниями на электронную почту. То есть, любой город. Единственный вопрос, допустим, если это какой-то удаленный город, допустим, у нас есть специалисты в Владимире, да, а машина находится где-нибудь в Коврове, то есть, докуда надо ехать. Здесь мы попросим с вас дополнительную плату на дорогу. Ну, а основные города у нас практически на данный момент во всех областных городах есть специалисты, кто адекватно посмотрит машину, техническое ее состояние, состояние кузова, состояние документов, чтобы вы спокойно приехали и забрали себе готовую машину. Многие перекупщики на это говорят, что да, я сам посмотрю, я сам поговорю, но воспользовавшись один-два раза нашей услугой, уже вопросов не задают, просто пользуются, потому что они понимают, что дешевле отдать две тысячи и ехать за готовой машиной, чем потратить две тысячи на тот же бензин и две тысячи потратить на бензин и воткнуться в какую-то машину, которая не была нужна. И помимо этого, все-таки, это трата времени вашего же, да, если вы могли купить что-то достойное, вы просто потратите там день, чтобы доехать и развернуться, уехать. Таких случаев очень много. Также плюсом является что? То, что если эту машину мы видели, если мы знаем, что она нехорошая, мы не беря деньги, сразу говорим, что эта машина вам не нужна. Если это жулик, мы также говорим, что эта машина вам не нужна. Вот задают вопрос, за какой срок смотрят машину, здесь все зависит от того, как далеко наш осмотрщик от самой машины и может ли показать ее сейчас хозяин. Потому что часто мы можем посмотреть машину сразу, а машину можем посмотреть сразу, а хозяин может показать ее в конце недели. Ну, то есть, это все индивидуально обговаривается. Здесь высокий человеческий фактор, и, соответственно, здесь есть такой вопрос, да, что это чисто, скажем так, договоренность. Соответственно, если не получается машину посмотреть, мы вас уведомляем, что машину посмотреть не получается. Да, вот интересный вопрос задали, да, ваш представитель может забрать ее себе, а мне сказать, что там плохой вариант. Тут вопрос такой, такой вариант может иметь место быть, тут гарантии мы дать, скажем так, никаких не, ну, не можем, да, но это зависит от порядочности, по крайней мере, у меня пока таких ситуаций не было. Понятно, что это не гарантия, да, что человек приедет, посмотрит машину и сам ее не заберет, но тут есть другой вопрос, да, если у человека деньги купить эту машину, понимаете, и, и, да, если человек машину посмотри, а, ну, вот, еще вопрос задает, что машину посмотрели, сказали, что плохой вариант, ну, на самом деле, здесь все равно в любом варианте мы проводим проверки, да, у нас были случаи, что, у нас даже были случаи, я вам более того скажу, что люди говорили, что наши осмотрщики говорили, что машина хорошая, оказывалось, что машина не совсем соответствует параметрам, которые озвучены, но мы выходили из этой ситуации, мы человеку подбирали сами другую машину, чтобы ответить за нашу услугу, то есть, такие случаи были, я скрывать этого не буду, мы с такими осмотрщиками просто прощались и искали уже других людей, то есть, тех, кто ведет себя адекватно, тех, кто не гонится за рублем, а теми, кто качественно выполняет свою работу. Да, такие случаи были, но мы их пресекали и уходили из этих ситуаций без проблем. Вот, следующий момент, это юридическая проверка. Что такое юридическая проверка, что она включает в себя? Юридическая проверка включает в себя проверку автомобиля по базе кредитной, мы сотрудничаем с Национальным бюро кредитных историй, проверяем через них машины, это крупнейшая база кредитная, проверяем машину по своим каналам в ГИБДД, проверяем собственника на наличие залогов каких-то, на наличие долгов, и исходя из этого даем рекомендацию, стоит ли покупать такую машину или не стоит. Кстати, могу сейчас сказать, что обязательно нужно перед покупкой проверять машину на залог, почему? Сейчас появилась такая тенденция, изменилось законодательство и в данный момент для того, чтобы поставить машину в арест, судебному приступу не надо никуда отправлять документы, он просто в электронной базе, если у хозяина автомобиля есть долг, даже незначительный в 300 рублей за штраф в ГИБДД, он просто ставит запрет на регистрационные действия. Таких случаев очень много, соответственно, сейчас машин с запретом на регистрационные действия много. Если вы купите такую машину не проверив, вы словите себе проблемы. Вам придется бегать, и так как вы купили машину уже обремененную, залог вы снять не сможете. Вам придется либо договариваться с продавцом, либо вам придется заниматься снятием ограничений самому. Хорошо, если это будет штраф в 500 рублей, который вы погасите и ограничения снимут, если продавец откажется это делать. А могут быть ситуации, когда, вот допустим, вам приведу пример, Toyota RAV4 продают сейчас, на данный момент, мы хотим ее купить, у нее очень интересный ценник, миллион сто тысяч рублей, машина кредитная, машина кредитная, человек согласен пойти погасить кредит, он за 13 год просит миллион сто, когда рынок сейчас миллион четыреста, но, когда приехали смотреть эту машину, разговаривать с продавцом, проверили ее по своим базам, оказалось, что машина уже находится на запрете регистрационных действий, то есть, у хозяина автомобиля, помимо того, что она кредитная, у него долгов перед налоговой на 60 тысяч рублей, и, соответственно, если бы мы не проверив, взяли эту машину, то, скорее всего, чтобы снять арест, нам бы пришлось просто пойти и молча заплатить эти 60 тысяч судебным приставом, для того, чтобы сняли запрет, так как я думаю, что хозяин просто бы отказался это делать, а так, мы машину проверили, сохранили, скажем так, миллион сто и кучу нервов, соответственно, я вам рекомендую перед покупкой автомобиля обязательно заказывать проверку автомобиля на залоге ареста и обременения, потому что эта проверка стоит 500 рублей и она не сравнится с теми проблемами, которые вы можете получить, скажем так, взяв автомобиль в темную. Для того, чтобы заказать проверку, можно оставить заявку либо на сайте, либо заявку на сайте, либо просто позвонив по телефону, который указан на адресе сайта, продиктовать данные, которые нам нужны и мы проверим. Что касается, вот задают вопрос по поводу базы на сайте ГИБДД, да, база ГИБДД работает, по крайней мере, я не скажу, что во всех регионах, но, по крайней мере, по Москве и Московской области она работает 100%, по той простой причине, что я несколько машин специально ставил на учет и сразу же проверял данные по базе, данные обновлялись в онлайне. Вот подсказывают, что можно взять расписку с продавца, ну, у вас и в договоре в принципе написано, что машина, когда вы покупаете машину, в договоре купли-продажи у вас также написано, что машина не имеет ограничений, арестов и не доложена и не принадлежит третьим лицам, но это вас абсолютно не спасет от того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и потом ее в любом случае, даже имея бумажки какие-то на руках, вам придется ее разруливать. Да, как правильно написал Кирилл, потерянное время вам никто не возместит, а тут весь вопрос как раз убирается во время. поэтому рекомендую рекомендую вам зайти потестировать сайт перекуп-клуб. Кстати, сегодня у нас вот сейчас там технические работы ведутся, у нас помимо Авито и Автору сегодня должно добавиться еще объявление с сайта, с такого сайта как Амру и из рук в руки. То есть, там не сильно много, я сразу скажу, интересных предложений, но попадаются именно предложения, которых нет ни на Авито и ни на Автору. Поэтому здесь в любом случае стоит попробовать, потому что четыре, скажем так, сайта в одном это гораздо больше и удобнее, чем на сайте Автору есть возможность. Так, начали задавать вопросы, давайте перейдем к вопросам тогда. давайте сейчас сначала ответим те вопросы, которые задают в онлайне, а потом ответим на те вопросы, которые задавали нам или давайте наоборот. Сначала я отвечу на те вопросы, которые люди задавали нам перед записью на вебинар, а потом мы обсудим с вами те вопросы, которые у вас возникают на данный момент. Поехали. Кстати, пришло там порядка 50 вопросов, но многие из них повторяются. Значит, первый вопрос. Есть ли у автомобиля дубликат ПТС, можно ли где-нибудь получить копию оригинала? Ну, смотрите, копию оригинала вы можете получить в ГИБДД, но, скорее всего, только в том отделении, где выдавался дубликат. И вполне возможно, что копию оригинала вы не получите, если ПТС не был сдан. Следующий вопрос. Хотелось бы узнать прогноз цен на авто на вторичном рынке, то есть, будут ли они меняться и в какую сторону с января 2015 года. Цены будут однозначно расти по той простой причине, что мы еще все привыкаем к новым ценникам. То есть, цены вырастут еще до какого-то определенного периода. и все зависит от политической обстановки. Если сейчас нефть будет расти, доллар будет падать, ценники остановятся. А так, я думаю, что они еще чуть-чуть подрастут. потому, что все машины по первым ценам по большому счету проданы. Очень сильно, я вам могу сказать, цены подняли казахи и белорусы. Почему? Потому, что, допустим, вчера вот казахи забрали у нас камри, восьмой год за 800 тысяч рублей. То есть, до нового года такая камри 650-700 это был потолок и за 700 ее надо было еще попродавать. На данный момент 800 рублей казахи приезжают и спокойно забирают, потому, что для них 800 тысяч рублей это, грубо говоря, 11,5 тысяч долларов, а цена их, цена у них в Казахстане этой машины 15 тысяч долларов. Поэтому, вот, как раз ребята с долларами очень сильно подняли цены. Следующий вопрос, опустятся ли цены? Ну, цены, я думаю, стабилизируются к лету, когда будет опять, скажем так, низкий сезон, тогда тут уже можно будет более спокойно относиться. Рынок уже стабилизируется, будет понимание, что, скажем так, произошло, куда цены ушли, и уже все будет зависеть от того, как будут работать дилеры, то есть, будут новые машины, по каким ценам будут новые машины, и уже от этого будет зависеть, какие будут цены. В какой валюте выставлять машину на продажу? Как оценивать относительно доллара по курсу в банках и черного рынка валюты? ответ здесь простой, выставляете машину в рублях, потому что вы же будете в любом случае покупать потом следующую машину в рублях. Вы все покупаете в рублях, нет, можно машину продать и за доллары, но вы должны понимать, что эта машина останется, эти доллары у вас останутся или еще полежат, или вы будете дальше с ними работать, потому что, ну, сколько я сталкивался, все говорят, я говорю, давайте я у вас куплю за доллары, они говорят, нет, мы хотим рубли, поэтому выиграете вы от этого или проиграете, непонятно, вот у нас в прошлом году мы казахам продали Toyota за доллары, доллары просто полежали месяц, потому что они там сильно не нужны были, да, и получилось, что мы продали Toyota не за 500 тысяч, а за 600, получится ли в этот раз, как бы, это вопрос спорный. Следующий вопрос, в каком-то ценовом сегменте брать авто на продажу? Тут вопрос, ответ простой, то есть все зависит от того, сколько у вас денег, если у вас там оборотных средств в 500 тысяч, то понятно, что вы не возьмете себе Каен, а если у вас деньги позволяют, то можно убрать любой ценовой сегмент, если цена позволяет вам продать эту машину быстро и выгодно. То есть я вам могу сказать, что машины продаются как за 3 миллиона рублей, так и продаются машины естественно за 300-500 тысяч рублей. Но понятно, что ты никогда не продашь за 500 тысяч рублей машину, у которой рынок 350, точно так же, как ты не продашь машину за 3 миллиона рублей, у которой рынок 2 миллиона рублей. Соответственно, тут надо ориентироваться на стоимость машины по рынку. Следующий вопрос, при покупке автомобиля для его дальнейшей перепродажи интересует вариант, не оформляя автомобиль, вписаться в ПТС и продать по договору. Вопрос, при продаже нужно ли предоставлять куда-либо договор между мной и прежним владельцем, просто я два раза продавал автомобиль, не регистрируя, и меня просили дать договор между мной и собственником. Если время продажи затянется, предпродажная подготовка, поиск покупателя, как избежать того, что прежний владелец снимет авто с учета и ТС будет числиться в угоне? И третий вопрос, если все же мы продали машину, которую сняли с учета, и она числится в угоне, как решить данный вопрос? Значит, ответ на первый вопрос. Вам нужно отдать прежний договор, в ГАИ посмотрят этот договор, потому что этот договор является основанием того, что вы имеете право продавать эту машину. Потому что если вы не показываете этот договор, непонятно, на каком основании вы вообще продаете эту машину как собственник, даже несмотря на то, что вы вписаны в ПТС. То есть, в любом случае, этот договор в ГАИ посмотрят. Они его не заберут, они его отдадут вам, но этот договор они могут попросить, а могут нет. А могут и не попросить, поэтому договор лучше дать, чтобы не было потом вопросов. Следующий вопрос. Чтобы собственник не снял машину с учета, как пишут, подал в розыск, собственник машину не подает в розыск. В угоне числится не машина, а в розыске числится спецпродукция. Это номерайте их паспорт на машину. Здесь только договориться с собственником, что он подождет вас какое-то время, что вы продадите машину и отдадите ему потом договор купли-продажи с новым покупателем, если вы не вписываетесь в ПТС. Хотя, если вписываетесь, то можете ему ничего не отдавать, он на вас данные подаст. И третий вопрос. Если же мы продали машину, которую сняли с учета, и она числится в угоне, как решить данный вопрос. Здесь могут возникнуть проблемы у покупателя при постановке на учет. У нас в прошлом году был случай. Мы купили Hyundai Tucson в Москве, отдали его перекупщику в Новосибирск. Он продавал его там три месяца. Продал, не вписываясь в ПТС в Томск. Ситуация была следующая, что договор выписан был на нашего сотрудника. И, соответственно, этих данных на сотрудника нигде не было в новом договоре. То есть был написан договор от хозяйки прежней на нового покупателя. И томские гаишники отобрали документы на машину, машина уехала в Томск. Томские гаишники при постановке отобрали документы и попросили, отдали, передали документы в полицию. И полиция вела расследование. То есть они попросили, чтобы в Томск прилетел наш человек, который изначально покупал эту машину. И подтвердил, что да, это именно он продал ее. И объяснительную написал, почему он не вписался в ПТС. То есть иногда такие случаи имеют место быть, поэтому я рекомендую вам просто-напросто всегда вписываться в ПТС и продавать машину от себя. Все вот эти моменты, то, что там налоговая, то, что там ПТС испортится, это все условности. Когда вы вписаны в ПТС, вам и машину будет продавать проще. Потому что людям будет понятно, что вы собственник этой машины и договора у вас есть. И в любом случае, если что-то с машиной случится, вы как собственник сможете ее отстоять, а не будет каких-то других ПТС. Вот следующий вопрос повторяется опять. В какой ценовой нише авто лучше работать? Где больше спроса, больше можно заработать? Ну, тут ответ очевидный, что самый большой спрос на самые дешевые машины. Но тут и есть другая сложность, что за самыми дешевыми машинами гоняется больше всего перекупщиков. Поэтому все зависит от того, как быстро вы можете успеть купить выгодно дешевую машину, обогнав, скажем так, конкурентов. Следующий вопрос. В прошлом вебинаре сказали, что при покупке вписываем себя в ПТС, но на учет машину не ставим. Можно более развернуто, каким образом тогда на учет будущий хозяин, от чего имени с покупателем заключается ДКП, от моего лица или от лица бывшего хозяина. Значит, смотрите, когда вы вписываетесь в договор купли-продажи, это не значит, что вы должны машину поставить на учет. Вы вписываете хозяина в ПТС нового, который будет ставить машину на себя. Он идет в ГАИ, показывает в ГАИ свой договор между собой и вами, и показывает договор между вами и тем продавцом, который был собственником машины. Соответственно, я вам, кстати, могу сказать, что ГАИшники фиксируют только регистрационные действия. Соответственно, они зафиксируют в качестве покупателя только того человека, который будет ставить машину на учет. Ваших данных они не передают в налоговую. Это уже проверено на себе. То есть, данных на вас никаких в налоговой не будет, только тех, кто поставил машину на учет для того, чтобы взять с них транспортный налог. Так, второй вопрос. Как поступить, если после покупки автомобиля его нельзя поставить на учет? Запрещены регистрационные действия, к примеру. Здесь все зависит от ситуации. Тут нужно смотреть, какова причина ареста и как дорого это будет стоить. Либо машина у вас в аресте за какой-то смешной штраф, вы просто идете и гасите. Либо там большой долг, потому что она кредитная. Потому что продавец... Кстати говоря, смотрите, еще следующий вопрос. Если продавец является индивидуальным предпринимателем, у них очень часто долги висят по налоговой. По налоговой, по фондам соцстрахования, по миссионным фондам. И у них часто машины арестованные. Поэтому смотрите, узнавайте, чем занимается продавец, чтобы сразу понимать, есть ли какой-то дополнительный у вас риск. Поэтому машины надо проверять до покупки, арестована она или нет. Чтобы не оказаться потом с проблемной машиной. Так, какие машины будут пользоваться спросом в кризисное время, это я ответил. Что будет с рынком автомобилей в связи со скачками курса, вырастут ли цены. Мы ответили, что цены вырастут. Да, рынок сейчас пустой, машин мало, цены очень выросли. Меня интересует перегон автомобилей из Москвы, Санкт-Петербурга в другие регионы. Точнее, как к таким автомобилям относятся покупатели, какие нюансы могут возникнуть при продаже таких авто. Ну, здесь я вам отвечу так. У нас есть много клиентов новосибирских. И есть очень много покупателей, которые предвзято относятся к машинам из Москвы и Питера. А есть те, кто спокойно к этому относятся, потому что если машина хорошая, то тут проблем никаких и не будет. Поэтому машины из Москвы и Питера можно брать к себе в регион на продажу. Но, кстати, по этому поводу вам хочу отметить следующую тенденцию. На данный момент цены в Москве гораздо выше на некоторые позиции, чем можно взять в регионе. Вот у меня в этом году ребята уже с начала года мотаются по регионам и дергают машины. По той простой причине, что здесь в Москве машин мало, спрос большой и цены высокие. И сейчас очень выгодно машины с регионов как раз тащить в Москву на продажу. Потому что здесь машины, которые особенно ликвидные, там любые японцы, любые паркетники, они долго не задерживаются, продаются просто в лёд. Соответственно, сейчас я бы посоветовал вам смотреть не в Москву, а смотреть в регионы, пользоваться нашей проверкой и ехать за готовые машины в регион. Потому что там реально зазоры сейчас хорошие на местных машинах и дергаться особо по Москве не надо. Как продать авто в максимально короткие сроки? Какие критерии, кроме самой низкой цены? Ну, значит, смотрите, чтобы хорошо быстро продать машину, у вас должны быть несколько составляющих. У вас должно быть хорошее фото, хорошее описание. Вы должны правильно работать с входящими звонками, правильно отвечать на вопросы покупателей, чтобы им захотелось купить вашу машину. И третье, у вас сама машина должна быть готовая для того, чтобы её купили. То есть, если у вас треснуто стекло лобовое, 80% людей её просто не возьмут, потому что люди хотят купить себе машину и просто пойти её обмывать. Никто не хочет купить машину и поехать в сервис её доделывать. Если у вас затёрся руль, перетяните руль. Не надо натягивать какую-то дешманскую оплётку. Просто перетяните руль в нормальном салоне. Это стоит недорого, у машины появляется вид. Если у машины есть дефекты по кузову, вы её будете продавать долго. Потому что все хотят получить за бесплатно хорошую машину и ничего не делают. Вот у нас сейчас стоит в продаже на комиссии Ауди А4 машина седьмого года, полноприводная, чёрного цвета в максимальной комплектации. У неё рыночная цена 700 тысяч. Мы её выставили за 500, потому что хозяин не хочет вкладываться в техническое состояние. Люди звонят, люди приезжают и говорят, а почему она с дефектами? То есть люди за 200 тысяч машину дешевле смотрят от рынка, и они всё равно едут найти себе идеальную машину. Поэтому машины всегда надо готовить до конца и правильно работать с клиентами. Отвечать на все их вопросы, чтобы люди не волновались. Очень многие люди отказываются от покупки, когда им не нравится продавец. Такие случаи тоже есть. У нас часто приезжают продавцы и говорят, нам машина там понравилась, покупатели точнее, и говорят, нам машина понравилась, которую мы смотрели перед вами, но нам не понравился продавец. Что-то он юлит, что-то он недоговаривает. Не должно такого быть. Покупатель должен видеть, что вы с ним честны, что у вас хорошая реальная машина. Соответственно, вы должны правильно отвечать на эти вопросы. Следующий вопрос. Самый волнительный вопрос, пожалуй, как заработать в кризис-перекупу. Можете скинуть информацию по ответам на чужие вопросы, мне интересно, всё заранее, спасибо. Ну, собственно, у нас об этом весь и вебинар. Так, дальше. Я занимаюсь помощью в покупке авто в России. Сам нахожусь в Беларуси. Какие аспекты по оформлению документов в автосалонах мне нужно учесть? Какие есть новые уловки, на которые попадаются покупатели? Так, ну, аспекты простые. Вам, белорусам и казахам, все эти машины надо тащить через ГАИ. Если продавец отказывается ехать в ГАИ с вами оформлять машину, отказывайтесь от такой машины и идите. Потому что очень часто эти машины просто проблемные. Кстати, вчера с казахами разговаривали. Они сказали, что вот за последние три месяца пропало 200 человек, людей, которые приехали в Россию из Казахстана за машинами. 200 человек пропало. Поэтому работайте тоже аккуратно. То есть не болтайте лишнего, работайте тихо, аккуратно, молча. Не кричите, что у вас много денег там и прочие вещи. И если едете куда-то в другие регионы, в далекие, едьте парами, а то и тройками, чтобы не было проблем. Следующий вопрос. Оформление и купли-продажи авто при перепродаже. Как лучше оформить сделку между продавцом авто, но и будущим покупателем? Можно ли авто не ставить на учет и не делать отметок в ПТС? На этот вопрос мы уже ответили. Насколько реально подорожала стоимость авто на вторичном рынке, это мы говорили, что подорожали от 50 до 200 тысяч, а некоторые машины там и до 500 дорогие. Поэтому подорожали сильно и ценники пока не упадут. А вот интересный вопрос. От 16 января Никита из Питера пишет. Цены на авто очень сильно упали, вообще ничего не покупают. Колковы ваши прогнозы на этот счет. Где можно подешевле достать авто? Ну, авто в Питере. Ну, я бы не сказал, что цены сильно упали. Могу вам сказать, что у салонов сейчас нету... А сейчас какая ситуация вообще? У официальных дилеров сейчас нету новых машин, соответственно, у них мало машин заходит в трейд-ин. А так как у них мало машин заходит в трейд-ин, им торговать просто нечем. Они ставят заоблачные ценники и ждут покупателей. Так, я вам сейчас скажу. Они называют покупателей, которые покупают по таким дорогим ценам, хапунами. То есть они понимают, что это ценник заоблачный. И покупатели, которые покупают там какой-нибудь RAV4... У меня вот в прошлом году я общался с ребятами с автосалоном. Они говорят, приехали, купили RAV4 восьмого года там на тряпке просто-напросто. За миллион сто пятьдесят. Вы представляете? Это машина, которая летом стоила шестьсот пятьдесят тысяч. Миллион сто пятьдесят. Конечно, их надо называть хапунами. Людей, которые не гадя на цену хапают такие машины. Следующий вопрос. Здравствуйте. Очень сильно поднялись цены на вторичном рынке. Как вы считаете, как это отразится на продажах? На продажах это отразится так, что если вы будете машины продавать по первым ценам, вы будете и при деньгах, и при работе. Соответственно, для того, чтобы продавать по первым ценам, надо брать по ценам ниже первых, чтобы был зазор и чтобы можно было приготовить машину. Следующий вопрос. Авторынок Казани будет перемещен в другое место или он останется на том же месте? Если поменять свое местоположение, сильно ли это изменит продавцов автомобилей и приезжать искать перекупу в другое место, где планируют в Казани открыть новый авторынок? Ну, на этот вопрос я не отвечу. Вот, может, у нас Марат присутствует, наш казанский сотрудник, и он ответит на вопрос, куда у вас там авторынок переезжает? Марат. Ага, вот, ответ на ваш вопрос. Рынок переезжает на парковку от нефти арены. Ну, от переменных мест слагаемых сумма не изменится, покупателей и продавцов меньше не станет, просто надо будет ехать в новое место за машинами. Так, как и где найти машину для перепродажи? Мы уже сказали, это сайт перекуп-клуб, если вам нужны участники, это банки, лизинги. У официальных дилеров сейчас можно не искать, они сейчас сидят сами голодные, у них машин просто нету, а цены за область. Как убедить хозяина автомобиля продать его по предложенной мною цене? Это хороший вопрос. Для того, чтобы продать по предложенной вами цене, торг ваш должен быть аргументированный. Не надо говорить, что у вас 200 тысяч и больше нету, если машина стоит 300. Это не торг, это болтовня. Надо аргументировать, что на машине есть такие-то, такие-то дефекты, стоимость ремонта стоит столько-то и столько-то. Причем я вам подсказываю, что когда вы говорите, что на машине надо красить крыло, не говорите, что стоит крыло покрасить 10 тысяч. Не говорите, что вы крыло это будете красить в гаражах. Говорите, что машина хорошая, вы покупаете ее и красить будете у официального дилера. И цена покраски там 10-12 тысяч за крыло. А на ответ, что давайте я вам за 4 тысячи покрашу в гаражах, вы можете просто ответить, что если вы покрасите в гаражах, ваша машина стоит дороже просто не будет. Следующий вопрос. На какие авто стоит обратить внимание для того, чтобы они не зависали в продаже? Ну, смотрите, что не зависают в продаже следующие машины. Не зависают в продаже Toyota, не зависают в продаже Honda, Ford Focus, Hyundai Solaris. Все ликвидные, хорошие, недорогие машины, которые покупатель любит. Не зависают в продаже машины BMW X5, если у нее цена на 100 тысяч ниже рынка. Ее в любом случае купят. То есть, смотрите, либо у вас ликвидная машина по рыночной цене, на которую есть спрос, либо у вас неликвидная машина по первой цене. То есть, та машина, которая вот открывает... Смотрите, сейчас какая тенденция. А если раньше люди шли на рынок, на авторынок покупать машину, и просто шли с деньгами и говорят, вот у меня столько денег, это мне машина нравится, я готов ее купить. То сейчас люди сидят в интернете. И в интернете что они видят? Они видят кучу на очищенных, наблищенных, красивых картинок, машин на картинках красивых, видят описание, что машина идеальная. И, соответственно, они понимают, что все машины одинаковые и смотрят просто по первому ценнику. Поэтому стоит обратить внимание на машины, которые вы можете продать по первому ценнику, и на машины, которые вы можете продать по рынку, но которые ликвидные. Тогда вы ее продадите быстро и не зависнете. Очень много машин мы забираем у хозяев, или хозяев, как правильно, у собственников, которые не могут машину продать, потому что они просто не умеют продавать. Понимаете, приезжаешь смотреть у хозяина машину, она у нее стоит по первой цене. Она не мытая, не чищенная, не блищенная, с дефектами. Хозяин адекватно разговаривать не умеет. Такую машину собственники не хотят. Поэтому такую машину можно купить, и хозяева очень часто удивляются, как мы их машину продаем на 150-200 тысяч дешевле, то есть дешевле, дороже, чем они продают месяц и не могут продать. А мы выставляем машину в плюс 200 тысяч и продаем за два дня. Потому что это наша профессия, мы умеем это делать. Следующий вопрос, как не купить кредитное авто. На этот вопрос мы с вами ответили. Заказывайте проверку в перекуп-клубе на то, что машина находится, а в залоге не находится. И все, и вы будете спокойно забирать такие машины и будете не переживать, что там действительно есть какие-то проблемы. Так, следующий вопрос. Как заработать на перепродаже авто в кризис, какие новые подходы к нынешнему клиенту? Все это мы уже обсудили. А, вот интересный вопрос. Как долго, по-вашему, будет еще работать в России вид бизнеса, как перепродажа автомобилей? Тут этот вопрос, ответ на него очевиден. Пока будут машины, пока будут перепродажи. Будет такой вид бизнеса, как перепродажа автомобилей. Другой вопрос законодательный. Если сделают так, что запретят частникам продавать машины, как, допустим, это сделано в Канаде. Там частное лицо не может продать свою машину. Частное лицо обязано отвезти ее на аукцион, где ее оценят и продадут торгов. Соответственно, если такого не будет, то перепродажа автомобилей будет всегда. Так, вот следующий вопрос. Как и где покупать новые автомобили дешевле? Если мы говорим про абсолютно новые автомобили, то если вам предлагают какие-то люди машины по цене ниже цены официального дилера, то стоит задуматься. Потому что, по крайней мере, по Москве таких предложений виртуально очень много, а реально таких предложений просто нет. То есть, там обязательно вам крутят какую-то комиссию, что эта машина будет стоить лишь на 100 дороже, чем у официального дилера со всеми доп. услугами, доп. опциями. Какие, на ваш взгляд, автомобили не стоит даже рассматривать? Даже рассматривать. Для перепродажи. Ну, я, честно говоря, скажу, что с китайцами не стоит пока связываться. То есть, они не очень хорошо продаются. Они продаются, но плохо. Поэтому я, допустим, с китайцами пока не связываю. Все остальное, корейцы, японцы, немцы, отечественные машины, французы, все это продается. Английские машины тоже продаются. Вопрос состояния ценника. Вот интересный вопрос. Хочу найти достойный актов в России до 100 тысяч рублей. Ну, до 100 тысяч рублей превеликое множество автомобилей и импортных, и отечественных. Просто они разного состояния и разного года выпуска. Соответственно, кто ищет, тот всегда найдет. Где найти, чтобы взять в рассрочку дешевле авто ВАДА? Ну, в рассрочку сейчас вам никто не дашь. Сейчас такая ситуация, сейчас все только за день. Никаких рассрочек, отсрочек и кредитов. Так, это мы ответили на те вопросы, которые прислали. Теперь перейдем к онлайн-вопросам. Так, сейчас секунду посмотрим. Так, подождите, подождите секунду. Вопрос, с юридической точки, как все происходит? Я ИП, я оформляю авто на себя или ставлю на учет? Интересуюсь, как грамотно и юридически все организовать? Спасибо. Николай, если вы оформлены как ИП, которая занимается куплей и продажей автомобилей, то так же, как и любое ООО, хотя я вам, кстати, рекомендую вообще сделать ООО, на упрощенке, и работать спокойно. Потому что, если вы хотите работать с кем-то банками, еще с кем-то, им проще работать с ООО, чем с СРП. И, я имею в виду, в предоставлении кредитов и так далее. В любом случае, вы просто оформляете договора, выкупы или договора комиссии, или договора получения, или агентские договора, и по этим договорам работаете. На себя ставить на учет ничего не надо. Вы же работаете как организация, хоть и ИП. Так, на сайте Автору есть возможность проверить юр-чистоту. Там это эффективно. А какую юр-чистоту вы там проверите на сайте? Там вы можете по некоторым банкам проверить просто-напросто автомобили. Причем, с бюро кредитных историй они не сотрудничают. У нас в прошлом году был случай, хотели купить МРАФ-4, но показался очень подозрительным продавец. Проверили машину по кредиту, по Автору, по ГИБДД, еще по какой-то базе проверили. По всем базам машина была чистая, не кредитная. И только по бюро кредитных условий выяснилось, что эта машина в кредите до 2017 года, а хозяин ее продавал, потому что уезжал за границу. Сами понимаете. Уехал он в Германию, не оплатив кредит, и вы получили геморройную машину. Да, кстати, еще хочу сказать, что вроде как, еще до конца не знаю информацию, но сейчас говорят, что вроде как вышло постановление, что запрещают продавать, запрещают сейчас забирать вроде как честно купленную машину кредитную, что эта машина останется новому покупателю, и разбираться будут уже с продавцом этого автомобиля. Банки. Следующий вопрос. А плагин ваш работает только для Chrome? Кирилл вопрос задал. Да, Кирилл, пока работает только для Chrome, потому что у нас не, к сожалению, не компания Apple, у нас нет много разработчиков на много платформ, соответственно, пока только под Chrome работает. Но сейчас мы основные баги убрали, которые были, и сейчас на Chrome плагин работает, там верстку не ломает, что было, и работает нормально. Так, как установить перекуп-клуб на планшет Android? К сожалению, перекуп-клуб именно плагин, пока что работает только на стационарном компьютере, у нас нет пока что мобильной версии этого плагина, а сайт перекуп-клуб, он работает и на Chrome, и на телефоне, у нас сейчас мобильная версия есть для телефона, для сайта перекуп-клуб. Соответственно, можно в мобильной версии, в онлайне работать спокойно. Вот, для Opera... А, вот, кстати, Женек подсказывает, что есть плагин, который позволяет использовать плагины Chrome на Opera. То есть, соответственно, надо найти такой плагин и спокойно пользоваться нашим хромовским плагином. Так, секунду. Можно ли полностью полагаться на проверку через портал Автокод, если автомобиль приобретался в Москве? Значит, смотрите, на портал Автокод вы можете полагаться в каких случаях? Если... Ну, мы уже тоже по Автокоду машины проверяем, я вам могу сказать, что многие ДТП, которые не фиксировались на Автокоде, их нету, и в кредите, не в кредите машины по Автокоду вы не увидите. То есть, этих данных на Автокоде нет, поэтому на кредит в любом случае машину надо проверять. Следующий вопрос. Для Украины будет работать сайт? Ромовс 007 задает. Ну, пока в ближайших планах, к сожалению, такого у нас расширения нету. Мы сейчас дорабатываем и для России, потому что уже, я могу сказать, что и казахи, и белорусы, и украинцы в том числе уже интересовались, чтобы запустить на их территории. Но если мы найдем адекватных партнеров, кто вам поможет быстрее запуститься, мы готовы обсуждать эти вопросы без проблем. Игорь вопрос задает. То есть, если вам это интересно, почта моя указана, телефон указан, давайте мы с вами сконтактируем, грубо говоря, обсудим. Может, если вы нам поможете, мы и запустим все у вас. Роман, так, Игорь задает вопрос. Как вписываться в ПТС через ГАИ? Ну, можно просто самому вписаться в ПТС. Там ничего сложного нету, просто сделать это надо без помарок и ошибок, иначе вы, вас завернут и заставят переписывать ПТС. А по-другому никак. То есть, если вы вписываетесь в ПТС через ГАИ, то, соответственно, ставите машину на учет. Вот Иван говорит, за машинами 50-100 никто не гоняется, маржа 30%. Да, я с Иваном соглашусь, что, ну, допустим, мы тоже до 200-300 тысяч машины редко берем, ну, просто после того, как ты торгуешь машиной там 500 тысяч, да, хороший, качественный, надо столько хлама перебрать, чтобы найти машину за 50-100 нормальную, ну, просто тяжело на это настроиться. Соответственно, да, я знаю людей, которые торгуют жигулями там, семерками, девятками, берут машины по 5 тысяч, перепродают их по 30-40 своими ручками восстанавливая и доводя до каких-то кондиций. Вот вам вложение 5 тысяч рублей, заработок 400%. Не проблема, попробуйте. Да, вот, Иван говорит, за 2-3 дня, все правильно. Так, следующий вопрос. Анастасия, договор на договор. Да, договор на договор можно делать, сдаете эти два договора, у Гаи не проблема. Сейчас это разрешается. То время, пока я буду продавать, может пройти более 10 дней, 10 дней, что в этом случае. Вы можете машину продавать и полгода, если собственник не подал документы в розыск, то ничего с вами не будет, просто собственнику придут налоги, он покажет ваш договор и все. Там, ну, на вас налоги не придут, собственники эти налоги спишут, грубо говоря, а вы, так как не ставили машину на учет, налог платить не будете. Вот, поэтому, и если вас заставят гаишники остановить, заберут документы, и если машина в розыске, документы в розыске, вы пойдете ставить ее на себя на учет, и вам обязательно выпишут штраф полторы тысячи за несвоевременную постановку. А если уже будет это второй прецедент, то вы рискуете остаться без прав на нескольких месяцев. С какими банками вы сотрудничаете? Ну, скажем так, со многими банками, я вслух не буду произносить их имена, но со многими банками мы сотрудничаем, поэтому это сотрудничество плодотворное, и оно расширяется. Игорь спрашивает, фиат продается? Если у вас, Максим, есть какие-то выходы на банки, готовы обсудить сотрудничество без проблем. Фиат продается, то есть фиаты мы покупали, тот же самый фиат, 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 забыл я его название, фиат, фиат пунта. Фиат пунта несколько раз брали, нормально продается, у него платформа какой-то европейской машины, по-моему, Volkswagen этого пола, и, соответственно, там ходовка вся такая же, поэтому аргументируешь нормально людям, и продаются эти машины тоже. Вопрос ценника и состояния, как обычно. Когда я покупаю 100 через договор и продаю также от себя по договору, но не ставя на учет, обязательно вписываюсь в себя в ПТС, и то, что мой договор с продавцом имеет дату заключения и действует только 10 дней. Как быть в этом случае, если машина будет продаваться? Ваш договор действует не 10 дней, ваш договор действует бессрочно. 10 дней вам дается на постановку на учет. Если вы в течение 10 дней не поставили и вас поймали, тогда вы получите по шапке в виде штрафа. Вот, поэтому штраф, когда покупатель предоставит свой договор сегодняшний и ваш договор просроченный, штрафа покупателю не будет, и вам штрафа тоже не будет, так как вы не совершаете регистрационных действий, соответственно, не нарушаете закон. Смотрите, Вова спрашивает, Михаил, будет ли у вас обучение вашему делу и сколько это будет стоить? Вот, смотрите, значит, по поводу обучения. Уже такие вопросы были, мы пока над этим думаем, как это все будет выглядеть и сколько это будет стоить. В планах такое есть, не скажу когда. А вот могу всем сказать, что следующий вебинар у нас будет на тему «Как не купить ворованный автомобиль». Этот семинар, к сожалению, для вас будет уже платный, потому что мы будем приглашать действующего сотрудника-криминалиста, или я буду рассказывать, но под его руководством, для того, чтобы научить вас правильно отличать перебитые машины от неперебитых. Я думаю, это очень полезный будет вебинар, и за такой вебинар мне жалко будет отдать несколько тысяч рублей, чтобы получить информацию. Я потому что пытался искать такую информацию, особо в интернете ее нету, и я думаю, что она будет очень полезна для того, чтобы спокойно и комфортно чувствовать себя при покупке автомобиля. Так, Женек вот скинул ссылку на плагин, поэтому все, кому надо, берите, пользуйтесь. Женьку отдельное за это спасибо. Так, Кирилл, имеем, допустим, 2 миллиона. Что лучше, 2-3 машины по 500-700 тысяч, или одна за полтора-2 миллиона? Кирилл, здесь ответ простой. Если вы покупаете машину за полтора миллиона, когда вы можете ее продать за два с половиной, там не особо напрягаясь, потому что у меня был случай, ребятам в прошлом году, человеку срочно нужны были деньги, он им за полтора миллиона продал Bentley Continental GT и какую-то старую Ferrari, не помню какой модели, Так, ребята, на следующий день умудрились продать за полтора миллиона отдельно Ferrari, отдельно за двушку эту Bentley. Соответственно, если у вас есть такие варианты, то можно и одну машину купить за 2 миллиона. А если у вас зазор с машины за полтора и сроки продажи будут больше, чем 2-3 машины по 500-700 тысяч, соответственно, надо покупать машины по 500-700 тысяч. Тут нужно исходить из того, сколько ты можешь заработать на вложенных деньгах. Если ты заработаешь, допустим, если ты успеваешь продать за 3 дня 3 машины с прибылью в 50 тысяч, соответственно, заработав за 3 дня 150, то нет смысла покупать одну машину с зазором в 150, которой ты будешь торговать в месяц. То есть здесь не надо забывать не только о том, сколько вы на машине зарабатываете, но надо и понимать, как быстро. Если вы заработаете с машины 80 тысяч, вложив 500 за 2 дня, то вкладывайте в такую машину. А если вы заработаете 100 тысяч за месяц, вложив 300 тысяч, то лучше уж переплатить, взять за 500, продать за 2 дня, чем 100 тысяч там возиться. Но это при условии, конечно, что есть деньги. Еще вопросы будут? Так, Роман задает вопрос, насколько точны показания толщиномера? Значит, смотрите, Роман, показания толщиномера зависят от его модели и от того, какой это толщиномер. Толщиномер вообще, допустим, я и мои ребята толщиномеры используем для того, чтобы убедиться, что на машине нет шпаклевки. Если на машине есть два слоя краски, это ничего страшного. И тем более, если качественно покрашено, такие машины можно покупать, в этом проблемы нет. Толщиномер нужно использовать для того, чтобы понять, насколько вышпаклевана машина. Вот и все. Следующий вопрос от Владимира, от Вова. Сколько стоит ли говорить покупателю, что ты перекуп? Здесь все индивидуально. Допустим, я говорю, что я перекупщик, я этого не стесняюсь, если я показываю сам машину. Мои ребята часто до последнего рассказывают, что они хозяева, просто не вписываются в ПТС, что бабушки, дедушки. То есть тут по обстоятельствам, как вы привыкли работать, как вы умеете работать с покупателем. Вот и все. Потому что, допустим, у меня, ну, если человек настроился на машину, не было ни разу, чтобы от машины отказались, потому что я перекупщик, не хозяин. Вот за все время деятельности ни разу такого не было. Были те, кто, не посмотрев машину, увидев, что я перекупщик, разворачивались, уходили. Но я считаю, что это люди принципиальные, они у тебя есть принцип, машину не возьмут, даже если ты с ТС не будешь. Поэтому тут проблемы никакой нет. Кирилл, встречали ли вы стоящие варианты на площадках типа Матичинский рынок или АТЦ Москва на Домодедовской? Ну, я вам скажу так. Я лично не встречал, но я знаю, что у меня много перекупщиков, которые в том же АТЦ Москва покупали машины на перепродажу в регион. Но сколько я туда не ездил для них машины смотреть, я ничего им там не купил и не посоветовал, потому что там машины для тех, кто не понимает машины. Вот я так скажу. Так, Николай, никак не могу зайти на сайт, в программу. Так, а в какую программу? Вы имеете в виду сайт Перекуп Клуб? Что пишет? Ошибку какую-то? Или, смотрите, Николай, давайте мы сделаем так. Вы скриншот отправьте, пожалуйста, либо мне на почту, либо ВКонтакте ко мне на страничку. Мы посмотрим и разберемся с программистом. Да, уже задавали такой вопрос, мы с программистом с этой ошибкой разберемся. Пожалуйста, ВКонтакте мне скриншот сделайте ошибки, что он там пишет, и свой логин, через что вы заходите, отправьте, чтобы мы посмотрели. Так, последний вопрос от Кирилла. Будет ли рассылка записи этого вебинара? Да, этот вебинар мы записываем, рассылка этого вебинара тоже будет. Так, ну, вопросы вроде как закончились. Спасибо большое, что поучаствовали в вебинаре, надеюсь, что он был полезен. Жду обратной связи, дополнительно каких-то вопросов, заинтересованности и так далее. Евгений, есть ли ваши люди в Екатеринбурге? Да, Евгений, есть. Все, любые какие вопросы у вас есть, можете задавать мне на странице ВКонтакте, либо писать на перекуп-клубе, там формочка есть с формой задать вопрос. Мы на все вопросы отвечаем, всегда готовы к диалогу. Всем удачи в работе, несмотря на кризис. Всем спасибо большое.